Воскресенье, вечер, собрались в составе, решили ввести итоги года по теме VR. Соответственно VR2Day новогодний выпуск. Ура! Второй. Да у нас конечно нет мандаинов и шампанского почему-то, но не все у нас дошли. Так, не рекламирую, не рекламирую, нам не заплатили за это. Мы еще не в полном составе, но к нам в ближайшее время присоединяться, самые важные люди, добавить энергии сюда. Много за этот год произошло. Дима вот прям хочет что-то тоже сказать, мне кажется. Давайте может сначала представимся, что не все знают нам, кто собрался, хотя бы по два слова, не будем рекламировать, не будем решить в следующий год. Кому нечего делать в воскресенье, они собрались. Алкоголики, тунеядцы, да? Рассказать про итоги уходящего года. Есть у меня шутка такая. Дима очень хочет сказать. Дима? Дима. Всем привет, меня зовут Дима. Я держусь уже неделю. Я держусь уже неделю, да. Компания Церевру, ну что сказать, мы занимаемся различным образовательным контентом в виртуальной реальности. Максимально серьезно сейчас. Максимально серьезно. Да, меня зовут Илья Флакс. Я основатель генеральной деятельности компании Fibro. Мы делали виртуальную реализацию на каждом му. Мы занимаемся в основном софтерами решения для мобильной виртуальной реальности. Создали свой шлем и платформу, которая объединяет пользователей, давая им самое прекрасное погружение и супер классные эмоции. У меня предложение. А можно нам озвучивать, когда будут являться просматриваемые хотя бы там первых нас смотрят? Ребят, можно спросить? Да, да. Пусть слава там. Боюсь. Если есть вопросы, задавайте вопросы, мы с радостью будем ответить. Так можно под столом задавать друг другу вопросы там. Эй, это другая. Уже игра начинается. Меня зовут Дмитрий Ли. Мы пишем про виртуальную реальность в портале vrgeek.ru. Поэтому всех этих замечательных людей, все интервью с ними, а также всякие наши шуточки-прибауточки читайте, смотрите. Все, продолжаем. Максим Чужов. Первая сеть клубов виртуальной реальности. Соответственно, все. Иван Яницкий, vrgeek.ru, ресурс, объединяющий специалистов, разработчиков и так далее по виртуальной и дополнительной смешной реальности и конференции MixArt. Да, это Георгий. Пока не видим для нас, но он супер крутой режиссер и снимает супер классные экспириенсы в 360 градусов. Вот у меня с тем, я хочу с вами реально ее обсудить. Вот недавно вышла новость. Ты можешь в эфире говорить? Ты точно уверен? Да, да, да. Так, ребят, у вас хотя бы один подписчик есть? Уже можно опять заматривать? У нас сейчас слово есть. Да, ладно, да, пожалуйста, конечно. Здравствуйте, господа. Анатолий. Мы находимся в чайном доме DAL. Здесь мы сейчас будем пить чай, обсуждать виртуальную реальность. Я очень рад, что такие, в общем-то, серьезные игроки на рынке виртуальной реальности сегодня в чайном доме. Надеюсь, что все пройдет очень интересно и желаю вам удачи в развитии виртуальной реальности в дальнейшем. Спасибо. Спасибо. На самом деле важно отметить, что есть мировая виртуальная реальность, есть российская виртуальная реальность. На самом деле очень приятно, что, скажем, русская душа такая, она есть и в мировой виртуальной реальности. То есть там множество сооснователей Oculus тоже имеет русские корни. Есть там Андрей, глава Google Daydream, тоже наш человек. Давайте поищем. Давайте сделаем все возможное, чтобы все больше и больше российских компаний, российских, так сказать, энергии и корней было в международном вирте. Что вы об этом думаете? Я в целом за любую энергию, парни у меня есть, вот меня раздирают эту новость, я очень хочу ее с вами обсудить. Просто это Breaking Hit, глава SEO компании Oculus покинул свою должность ради того, чтобы отбрать другой стартап. Вот скажите, мы все, ну компанию, да, называйте так, вот мы все любим свою работу. Скажите, что бы заставило каждого из вас бросить то дело, где вы являетесь, там, фаундерами, генеральными, чтобы уйти в другую компанию в этой же тематике? Дима, тебе 2 миллиарда долларов давали, когда ты год после этого держался в компании. Вчера. Дайся продолжать. У меня смотрит Олег Зоя, я думаю, что только смерть может доставить. Нет, я люблю то, о чем занимаюсь, и думаю, что пока не вижу никаких... Он там по пальцам скрестил, я видел по второму. Шанс, как я знаю, он как бы не сам прикинул, мне кажется, его понятия просто нет? Нет. Он же, он киндеральный директор компании Мистерия Робана, значит, правильно? Ну, тут же история про то, что... Заразный портал, вы знаете? Тут важный нюанс, что то, что... Важно смотреть на факты. То, что говорят и транслируются за пулисами, мы не можем это обсуждать, это спление, да? Другое дело, что факты. Он был киндеральным директором и перестал гибать, и погладил другую компанию. А вот и поддержки нам. Я уже представился документально, сказал, вот, невидимый, ность рук. Да. Великий режиссер. Всем приветствую. И в прямом эфире. Ну, что еще такое режиссер, знаете? Ха-ха-ха. Передайте, по-другому не вымазывай. И тут тебе сразу подгон. Давай так. Дим, пока Куша готовится, кричать вопрос. Твое мнение какое? Сложный вопрос. Мне кажется, что микрофон не работает. У меня работал. Два миллиарда. Да, отлично. Я думаю, что сложно на него ответить, потому что никто из нас не работал в такой крупной корпорации, под крылом такой крупной корпорации, чтобы понять, какие там происходят процессы. В крупной корпорации. И что могло привести к тому, что человек эту должность покинул. Там покинул он ее сам или как-то иначе. Мне кажется, вообще в целом, если так посмотреть немножко на опыт мировой, как это происходит, то отлично. то может быть это и абсолютно нормальный процесс в том плане, что в каких-то моментах нужно усилять какие-то там траектории, какие-то моменты в компании. И возможно тот человек, который придет на эту должность, он как бы это и сделает. Ну то есть, когда мы начинаем, когда мы маленькие, когда мы там фаундеры, директора, мы знаем одно и умеем одно. Но с другой стороны, управлять там крупными корпорациями, кучей людей, процессов, быть лидером на рынке, это может не получиться просто. Я не знаю, как-то там получилось у него, это не получилось, но это может не получиться как для акционеров, так и для себя самого внутри. То есть, ты можешь понимать, что лучше, чтобы этим вот директором, который двигает компанию, должен быть там другой человек, который в этом хорошо разбирается. Дима, а ты уже подал туда заявочку на должность? Так пока места свято-пусто не бывает? Конечно. Каждый пришел с какой-то разной камерой. Я вот пришел с камеры в 360 градусов и чувствую себя как-то неуютно. Мне кажется, просто Гош решил составить конкуренцию. У кого больше просмотров будет? У кого больше камеры? Можешь мне под столом передать, чтобы я не выкладывал? Да, не выкладывал. Я, по-моему, просто два фигура принес, но я думаю, хватит одного. Да, да, да. Количество камер. Так, давайте дадим представиться самому прекрасному человеку у нас на кашем фигурном столе. Здравствуйте, пожалуйста. Давайте я другую возьму. Не-не, надо подниму проходить съемочные аппараты. А вы обсуждаете, почему кто-то что-то уходит или почему? Дима Красиво покинул компанию, и мы обсуждаем его. Я считаю, что… У меня есть хорошая цитата, что революцию делают герои, а используют негодяи. И вот как бы… А мы кто? Самое лучшее – это превратиться из героя в негодяя в какой-то момент, и остаться в этом всем. Но просто не всем это дано. Некоторые созданы для того, чтобы принести себя и свои идеи на алтар технологии. То есть мы выбираем жертву сейчас? Да. Такая глаймальная. А я представляю вас обычно. Ну я уже там воздерживаюсь две недели, типа я занимался там. Поаплодирую друг другу. Меня зовут Георгий Молодцов, я сижу на линии стича практически. Нас на двойник пришло. На одной стороне этого стича находится 360 режиссура, на другой стороне находится организация мероприятий с показом кино в 360 градусов. А между ногу не мог его отзывать. Ну да, вот. И вот где-то посередине я в параллаксе между двумя этими вещами занимаюсь последний год. И снимать с одной стороны, и с другой стороны это все показывать, и не только свое, но и чужие. Как тебе все это удается? Ну в смысле? Я зарабатываю деньги, снимая коммерческую обычную рекламу. В последнее время даже реклама 360. Если ты снимаешь рекламу как режиссер, у тебя остается очень много времени, потому что это такой процесс, когда тебе нужно быстро сделать очень важную ответственную вещь, а потом еще две недели находиться в депрессии по этому поводу. Вот. Вместо того, что находиться в депрессии, я стараюсь все это аккумулировать. Но изначально пиар пришел, потому что я вернулся после учебы в магистратуре в США. Я уезжал в 2013-м, я вернулся в 2015-м. Мне как-то стало грустно от той разницы, которую я уже увидел. Я подумал, что ну ладно, надо пытаться от реальности уйти куда-нибудь в поле. Что-то такое новое. А тут как раз и виртуальная реальность подруходит. И вот последние полтора года я этим и занимаюсь. Друзья, вот уже два года как-то виртуальная реальность так витает в воздухе, начиная с 2014-м года, в 2015-м, в 2016-м уже заканчиваются. А какие-то вот значимые вещи, по вашему мнению, произошли в этот год? То есть в 2015-м что-то одно было? Ну оно уже ушло, давайте не будем говорить о нем. Что же в 2016-м произошло, помимо того, что вакантная должность Локалус освободилась? Уже отправил пару писем туда. Что же еще, по вашему мнению, произошло? Давайте, может быть, об этом поговорим. Мне кажется, будет интересно. Мы будем рассматривать или вообще в целом? Нет, нет. Еще одну секундочку. Можно я представлю еще одного нашего участника? Это участник Чайковер, который мы сегодня будем пить в 2001-го года. 2001-го года? Да, 2001-го года. Мало того, он еще и со старых деревьев. Деревьев, которым старше тысячи лет. То есть он старший самый из нас. Это законно пить его, да? Нормально? Да, да, да. Это законно пить его. Мы посмотрим, как у нас получится вообще общение после того, как мы напьемся этого чая. Вот. Ну и приятного чаепистия. Да, прежде чем мы попьем пиви чай, слава Луточкинка. Если мы попьем и что-то произойдет, знай. Все записано. И то, что ты не пришел. Это останется во новых российской виртуальной реальности. Давайте посмотрим. На него нужно посмотреть. Выглядит очень замечательно. Да. Он прям кричит. Выпей меня. Съешь. Ну давайте по событиям. Мне кажется, основное событие в результату – это выход шлемов. Да. 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 Они начали такую активную экспансцию. И Oculus, HTC, Samsung. Ну Samsung, да. И, собственно, PlayStation. Все вышли, все показали свои устройства, в том числе и контроллеры, и Oculus Live, и PlayStation. Все, что могу, могли бы вам показать, да. Больше камер для Бога. А где софиты? У каждого. У каждого. У каждого. Я вот чувствую себя не уютно, что все принесли с собой камеры, а я не понес. Вот Дима тоже не понес. И Макс, почему он не понес? Надо было с собой камеру принять? Да, конечно, мы надо просто объединиться. Давай эту. Семью-то достаем. Давайте достаем все, что есть. Пуэр уже достали. Как бы надо все камеры достать. Ну вот, соответственно, как мы говорим на главную новость. Мне кажется, это выход всех шлемов, в том числе и мобильный. А давайте поговорим, насколько это было вообще интересно. Какие, например, цифры по продаже, может кто-то знает. Все такие на игру смотрят. А ты с какого тебя интересуешься? Ну, просто насколько я прошу, что это стоит. Я знаю, что PlayStation, да, не оправдался в ожидании. Ну, в плане, там, планировать несколько миллионов продаж, но мы бы сделали несколько тысяч. Ну, вот, и, как бы, не самый позитивный окулс, да. То есть, Oculus тоже из-за того, что задержки были большие, снился по всем. И даже Паймар Лаки сам лично первый Oculus продает, там парень удивился, конечно, немного. Ну, и даже это не помогло продавать много съемок. Ну, вот. Мне кажется, это дело идет хорошо в HTC, да. Ну, мне, мне кажется, это целое. Ну, и, соответственно, там, Samsung с PlayStation как они делают. Какие у вас ощущения в прошедший год? Я буду чуть-чуть добавить понятности. Давайте мы сегодня пообсуждаем то, что происходило в России. Потому что, если мы будем совсем глобально смотреть, там есть, там, не знаю, «Старый Гриз», другие компании «Шлем», они в достаточно малой степени влияют на то, что происходит, ну, у нас в российской виртуальной реализе. Предлагаем на обсуждение такой информационный вброс. Система VC в этом году совершила сделку, первую публичную сделку. То есть, многие из нас знают, да, что есть компании в России, не будем ее называть, кто привлек инвесторов. Но это все происходило не публично. Система в этом году первого и единственного текущего момента – публичная сделка. То есть, с понятной мультипликатором оценкой. Вот что вы думаете по этому поводу? Я считаю, что это одно из важнейших событий именно в рамках российской виртуальной реальности, потому что мы получаем легальный статус. Это очень важно. То есть, мы приобретаем статус цивилизации. И занесите, пожалуйста, еще 20-20. Попадет. 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 Может дать этот? Нет. А не против ударов. Ты про сделку из инмайзера? Это профиль. Ты про сделку из инмайзера. Торловского сделка? Да. Я про эту сделку. Скажешь, там так известны все цифры. И придут несколько камер, и говорит, ты за ними и я сделан. Мне просто интересно, а потом... не последняя сделка ФК, как мы на текущий момент. Наверное, последняя в этом году. Но в следующем году мы, наверное, узнаем еще что-то интересное. Дима, ты что скажешь? Ну, парни, ваше мнение? Мне кажется, что вообще хорошо, что это началось, в принципе. Потому что, когда мы говорим про такие технологии, как VR, там AR носимый, то многие вещи невозможно просто делать там за свои деньги. Нужно экспериментировать, нужно какое-то R&D довольно большое проводить, смотреть на рынок, и это невозможно делать без каких-либо инвестиций. Поэтому то, что это у нас проявилось, это хорошее значение. Кто-то еще больше спросил? А можно вопрос из зала? Давай. А почему у девушек нет вашего долга? Мы тоже, я тоже... Я тоже несколько раз задавал этот вопрос. За этот вопрос отвечал Дмитрий Ильин, почему-то он плохо подготовился. Девушки просто делают виртуальную реальность, и мы только рассуждаем об этом проблеме. Да, давайте девушек виртуальной реальности, что у White Folk нет. Что мы думаем? В целом по поводу девушки это хорошо. Девушки в виртуальной реальности? Это вопрос на обычной ситуации. На каждой встрече сдают, а что вы думаете про девушек виртуальной реальности? Ну, на самом деле, их меньше стало. Порнхак заблокировали. Зато ребята из Cerebro выпустили проложение Dating Class. Dating Class. Это специально для тех, у кого проблемы в реальности, и помогать им через виртуальность. Минутка рекламы, а потом оплачивать. Это анонсирование. Нет, это анонсирование. А нас смотрят кто-нибудь вообще-то? А я вот как раз пост пойму. Моя мама прыгаю. Ладно. Посмотрите у нас. 11-3. Но. Мужина или женщина? Это боты. Это мы, видимо. Мы сошли, надо покупать по телефону. Не за что. Задавайте вопросы. Задавайте, не стесняйтесь. А давайте про тренды. На самом деле, Максим правильно сказал, что высшие большие гиганты. На самом деле, я считаю и полностью согласен с ним, что HTC для меня пока выигрывает глобальную такую экспансию. Потому что Daydream недавно запустился, как бы еще нет в повсеместном доступе данных девайсов. Я, конечно, его потестировал. Пока очень спорные ощущения про Daydream, да? Приложения? Про даже не софтверную часть скорее, а про хардверную. То есть, я там тестировал два девайса на равных стендах как раз на Финляндии на слаше. И, я бы сказал, там достаточно глючный контроллер, который постоянно надо настраивать. Но, как-то, шлем тоже на голове. Может, какая-то голова, конечно, неправильная. Как бы, у Данилы тоже. Там подъехали, неправильная голова. Но, как-то. Нам было не очень удобно, он почему-то слетал. Поэтому, я считаю, что все же пока, конечно, там, STC выиграет гонку. Хотя, позже чем Oculus встал на эту тропу войны VR. Ну, плюс, как-то, потому что контроллеры после этого явились. Правильно? Ну, большой плюс, действительно, что появились контроллеры. И мне тут, как бы, у меня такой дуализм. Потому что, с одной стороны, Oculus, действительно, как-то подсдулся на определенных этапах. И, позже, рассылать стал шлемы. И с тачами та же история была. Там был, вообще, фурор в негативном смысле, когда HTC уже во все продавался и показывал свои проекты с контроллерами. Oculus выпустил рекламный ролик про свои контроллеры, которые должны были через полгода только начать шипиться людям. И там просто безумное количество дизлайков под этим видео на YouTube было. Вот. Ну, а в действительности... В действительности, не знаю, кто победит и как это все будет. И победит, не победит. Тут, может быть, все-таки не так много игроков, на самом деле, на рынке, чтобы об этом рассуждать. Но мне кажется, что ключевое, конечно, что появились консюмерские устройства законченные, что это уже не так, как раньше. Там что-то скрипучее, пиксельное, какого-то непонятного качества. Для девелоперов это одно, для кастомеров это другое. И там при всей спорности того же Daydream, мне кажется, это очень большой шаг. В том смысле, что в будущем любое Android-устройство, которое соответствует по техническим характеристикам, будет поддерживать нативный VR. И, на самом деле, у нас вот много сейчас различных продуктов портится не под VR-реги телефоны. И я могу сказать, что iOS при всем при том, что он не поддерживает как бы нативный VR, там с 5S работает отлично и выше. А Android без Daydream'а работает просто ужасно. То есть только на самых high-end-телефонах топовых это более-менее заводится без поддержки, как вот всех этих штук под виртуальную реальность. Ну, и я со своей стороны добавлю, что все-таки важным элементом остается такой, что называется, VR, а такие ворота VR, которыми является 360-градусный видеоконтент. И все-таки тот факт, что YouTube стал доступен не только в формате кардборда для iPhone, но и для iPhone, опять же, что YouTube включил лайв-стриминг, который мы сейчас используем. Facebook приобрел несколько дополнительных компаний, которые сделали технологию правильного кодирования видео, технологию правильного пространственного звука. В общем, куча всего сделалось такого, что позволяет пользователям, ничего не покупая уже сейчас, примерно понять, что есть какая-то новая фишка, которая потом его приведет к VR. Мне кажется, такая штука важна. Ну и Samsung VR, то, что свою площадку запустил и в России, и не нужно заходить по анонимному IPR и смотреть на то, что у них есть, это уже тоже не плохо. Для многих стран, и для наших соседей из Украины, из Белоруссии и половины Европы, приходится выпейнить по соседним странам, чтобы не смотреть контент, в то время как у нас это уже есть. Ну и плюс еще, я забыл сказать, да, HTC есть такую штуку, которая делает решение HTC без проводов. На самом деле, супер крутой кейс, потому что, когда я тестировал HTC у нас в офисе, и что-то шею себе не сломал, потому что я там махал, как бы, мечами, как бы, и ты не ориентируешься в реальное пространство, и, конечно, провода сильно напрягают. Мобиль, наверное, как-то там выигрывает, но HTC бы сделал правильное решение, что сделал такую приблуду, которая за 2 секунды продалась таким сумасшедшим количеством копий, и, мне кажется, это выведет тоже на 1 уровень. Да, еще у меня вопрос, вот нам тут проекламировали исторический Пуэр, друзья тут очень переживаются, нам его до сих пор не налили. Он пока там этот, да, сбит, и он проснулся. Мы же посмотрели на него, он уже был проснулся. Я, на самом деле, еще дополнить чуть-чуть хотел, извини, Вань. На мой взгляд, еще очень важный шаг, и он важный и для B2B рынка в большей степени, это то, что появилось довольно много различных капитал виртуальной дополненной реальности среди очень крупных известных университетов и зарубежных, и у нас в России тоже появляются, которые сейчас делают очень интересные исследования, и эти исследования, они просто-напросто позволяют пододвинуть какую-то там научную, практическую базу к тому, какая разница между VR и обычным монитором. И уже сейчас, если эти исследования почитать, понятно, что эта разница колоссальная, и от value у VR она довольно большая, но она еще до конца не раскрыта, но в таком начале пути все равно находимся. Ну да, давайте, наверное, плавно перейдем от железа к более неофязаемым вещам, как, допустим, софт, и интересно мне послушать от многих из вас, наверное, в курсе, какие проблемы сейчас и основные барьеры и заграды у разработчиков, не только российских, кто занимается конкретно разработкой контента снова. Самые основные барьеры, я думаю, это было бы интересно и нашим зрителям. На самом деле даже не с разработчиков, а с end-users, клиентов, которые употребляют VR, да? Как бы основной, вот видите, исторический поэт подоспел. Сейчас коренным образом изменится дискуссия. Да, вижу. Так вот, проблема-то в том, что люди не очень это понимают, что в VR смотреть. То есть, они покупают какой-то девайс, ну там, я могу сказать, там, скорее за мобиль, ритуальная реальность, да, то есть люди покупают какой-то, кого-либо шлем мобиль ритуальной реальности и не сильно понимают, что им там потреблять. То есть, для многих, там, есть ассоциация, что есть китроллер-костер и все на этом. Там, дальше никого друг на полку, и дальше не потребляют контент. А, кстати, извини, перебивали, а что за стереотип вот это? Троллер-костеры, хорроры и динозавры? Почему на этих трех китах базируется весь контент, не только российский, но и там, мировой? Мы меняем парадигму, мы запустили вот буквально, там, полтора месяца назад флагманский продукт такой, SpaceTalker, ProCosmos. Дима даже о нем уже прекрасно, наверное, написал. Ребят, у меня есть предложение. А давайте прямо сейчас в бизнес-сайт попробуем назвать самое лучшее предложение по вашему, по нашему общему мнению, предложение кода. Я думаю, что если мы каждый напишем на листочке, перевернем и положим, потом мы откроем, там все равно будет 90% одинаковый ответ. Я все зацвечу. Почему на самом деле роллер-костер? На самом деле в роллер-костере ничего плохого нет. Мы на текущий момент, например, четыре имена пользователей скачали роллер-костер от Fibrum, и это тоже неудивительно, потому что он дает самые крутые эмоции первичные. То есть кинотеатр, представители, в игру поиграть не каждый может с первого шага. Но при этом проблема, что потом люди не потребляют какой-то более глубокий контент, с множеством уровня, с множеством механик. И это проблема разработчиков. Я думаю, наверное, больше о том, почему вы рабочите, насмотревшись на хороший пример, там, ровер-костеров, хорроров таких, начинают тоже клепать это вот прям, не выбиваясь как-то в других направлениях, не думая о том, что может быть что-то более интересное и креативное. Просто на текущем месте нет какого-то вот 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 success story, да, то есть Angry Birds или Cut the Robb, там, Clash of Clans на рынке VR, то есть все находятся в исследовании, в пробах, как бы, и пока, скажем так скажем, золотое яичко, золотое приложение не кто-то нашел. И, конечно, так и лучше, чтобы люди занимались разработкой не клонов, как бы, там, пятьсот и роллер-костеры, как бы, а что-то креативно-прикольное. Это может реально стрельнуть. То есть вообще в разных совершенно сеттингов, в разных жанрах, и не обязательно там, клоуны, хорроры, там, роллер-костеры. надо экспериментировать первые кто найдет удачную нишу как был удачный продукт делать классный engagement и теннисом так далее то ты будет в голове угла то есть не касается конкретно мобильного вяре консольного компьютера равнозначно для любого я тогда и разработчики будут мне кажется произойдет но не в игровой индустрии а именно в каком-то ином проявлении более полезной социальной сети общения и как сказал тима кук скорее всего я добавил тебя пост может меняли пост на фейсбук идет прямая обычная трансляция с какого аккаунта давайте давайте 360 да и знаете есть ли у вас вопросы пи 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 господи пришел что впадло пацаны я сурал давайте вопросы задавайте лайки к вам правильно давайте по минуту прости а там будем транслируется да нет тут уже все идет давайте там олегженералгамра.ру но все знают решение вопроса да кто смотрит там Олег уже обновлекал ссылку поэтому по поводу а что снимается больше 9, 10, 11, 12 мне обращение внимания повторяем ты счет 14 да у меня куча удача 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 тебе кинуть деньги на телефон так на чем мы остановились давайте скажем у меня есть статистика просто по тому кто там приходил в клуб да и кто такие игры больше нравятся людям в принципе могу рассказать про то что разные платформеры различаются по принципу по жанрам да то есть предпочтения у всех разные все думают во что лучше бы играть в вайп или в околус на самом деле кардинально разные платформы разные подходы к играм околус это больше платформеры это сидячие игры с долгими сессиями а вайп это только стоячие игры и сессия в основном 2-3 минуты ну до 5 например да и больше на экшен построены какие-то шутеры какие-то квесты с репортациями ну либо развлечения типа там американский город или что-то похожее ну то есть только стоячие на самом деле PlayStation как бы это все объединяет вроде в одно потому что там есть и муку есть и дойстик то есть это можно играть и то и другое но для PlayStation пока мало контента не то что он вышел последний самый появился там под конец года есть что поиграть на самом деле очень интересно даже и я думаю что эта платформа это достаточно большой рынок будет там самая доступная сейчас на данный момент домашняя такая не мобильная но все-таки интересно да на что ставят будет делать упор в плане разработки игр какие жанры какие какая дальше разработки не знаю что ты скажешь более конкретно разрабатывать мне кажется апеллирует к вопросу что не игры победят я думаю что победят конечно же игры там по 1-2 лет там большие мумор по Г которые не только в моем мнении на днях вышло исследование которые тоже написали которые 10 там трендов на 18 год 10 на 18 как там указано что игры будут более глубокие то есть единственное что действительно может победить интертеймент развлечения помимо игр это образование образовательные какие-то прикольные кейсы я очень верю за этим будущее и кино и кино 36 градусов не буду бирать хлеб чувствую как это Василий Рыжок сейчас сидит и закипает недавно был тренд где-то обсуждалось что нет я там активно сейчас на самом деле то что я вижу поя ответам в моей у меня немножко например сфера моих контактов в фейсбуке немножко по-другому устроена чем наверное у вас и у меня гораздо больше людей из все-таки сферы кино прежде а потом уже которые пошли в тебя все-таки у нас больший акцент в этом году сместился на HTC Тилдбраш и Google Google Earth как наиболее успешные проекты которые имеют наибольший потенциал потому что они одновременно позволяют исследовать уже существующие возможности и создавать собственные в идеале если выйдет смесь тилдбраш и Google Earth в котором ты перемещаешься в это место и там вокруг рисуешь и дополняешь мне кажется это будет такой самый главный продукт но опять же если бы этот продукт полноценно был перенесен на мобильный авиа тогда у нас был бы по-настоящему сумасшедший хит потому что люди хотят творить люди хотят виртуальной реальности не только испытать на себе пассивное влияние того что происходит но они хотят создавать что-то что потом останется и мне кажется именно поэтому видео 360 появление в фейсбуке возможность выкладывать сферические фотографии сделанные панорамной камерой так сильно всколыхнули у людей вопрос что это вообще такое как это снимается и начались все эти статьи какие шлемы виртуальной реальности есть и как показать бабушке VR потому что мы там сырье язык больше не отвечаем потому что именно самые простые бытовые вещи самые бытовые потребности это именно то что и движут технологии потому что технология стоит технология пока она пришла в руки так что давайте двигаться дальше следующая тема нет давайте по этой теме еще добавлю мне кажется что вообще в целом если возвращаться к контенту и говорить про контент то это такой многослойный такой процесс очень сложный с точки зрения есть очевидные вещи которые все понимают и вот это к вопросу Ваня там роллеркостер и так далее тому подобное что увидел как это делать попробовал сделать и как бы работаешь в этом направлении есть очень неочевидные вещи которые как раз вылезают в исследованиях что ты просто понимаешь вот как мы исследовали что просто сам формат не меняешь механику у тебя на iPad там одно в VR то же самое и как бы разница колоссальная ну то есть в VR это эффективней и пока еще далеко не все понимают что это так то есть донести до аудитории и до бизнеса и до кастомеров что тут есть определенный свой и очень большой это касается разработчиков потому что многие разработчики относятся к VR как просто к контенту обычному который был там на компьютере или на телефоне но к нему подключили шлем очки и вдруг он стал виртуальным это тоже не совсем так потому что очень много моментов нюансов гадлайнов начинает включаться того как люди на это реагируют и мало у кого есть экспертиза понимать как это нужно делать правильным образом и если говорить вообще про контент то вот мы в компании думаем следующим образом что несомненно локомотив это игры но если и мы в это верим проекты которые будут эффективнее обучать людей на разных уровнях в школе в институте на работе он будет действительно эффективен он будет справляться со своей задачей будет там адекватно стоить то это будет громадный рынок и точно так же вот я могу сказать если появятся какие-то курсы по программированию физику физике химии я их куплю ребенку 100% потому что тот уровень наглядности который там есть тот уровень усвоения информации хотя бы по тем уже исследованиям и нашим и зарубежным которые мы видим он очень сильно отличается если раньше все было на бумаге ну вот на камне потом там на папирусе потом на бумаге потом в айпаде там в мониторе то сейчас формат променялся колоссальный он дает совершенно другие возможности на выпуск смотрите мы про контент сейчас говорим с точки зрения продуктовой наверное больше как какое-то приложение которое постоянно работает как продукт а какие за этот год вы можете вспомнить крутые кейсы с применением RVR именно в разовом своем проявлении то есть какие-то маркетинговые решения какие-то отдельные крутые штуки которые делали компании для клиентов подрядчиков своих там для брендов есть ли такие примеры вот прошлый год запомнилась у нас в России наверное начнершая презентация аудиокусей когда много людей смотрели одновременно в этом году вы можете вспомнить что-нибудь такое пусть не в России наверное тоже презентация как и страны ауди это тоже и коробки хламов то есть каждый раз когда они ставят новые идеи новые вершины которые своего совместного партнерами творчества каждый раз становятся какой-то технологии конечно связь с аниматом 2015 года они очень сильно опередили те задачи которые стоят во всем мире по такому формату показы просто на тот момент еще телефоны нам Samsung S6 просто не могли выдержать всего того что нам удалось сделать только уже в этом году потому что даже на EMC фестивале у нас устройства не выдерживали тех задач которые я им ставил потому что мы не предполагали что будет такая кардинальная разница хотя тут же были с сетьми и LG будет такая кардинальная разница в объемах загрузке процессора и всем остальном но технология например синхронного показа которая была сделана для маркетингового кейса она же абсолютно применилась в сторону добра массового показа и это как раз пример того как маркетинговые компании которые вовлекаются в использование VR и ARS дают возможность финансировать по сути дела прототипирование возможностей которые мы потом можем выпустить в путь широкий также и у меня например обратная история создание работы со мной в 360 градусном контенте режиссуре с моим социальным проектом позволило мне наработать такую базу режиссерских монтажных приемов которые в принципе позволяют мне вслепую делать любой коммерческий проект просто потому что ночью провел пытаясь понять как это сделать так чтобы это было интересно за пределами темы так чтобы это еще и было как-то увлекательно мне кажется что что в 2016 году конечно не хватило одного такого супер кейса российского какого-нибудь в моей нише массовой раздачи так чтобы все выложили миллион фотографий о том как они смотрят карппорт как бабушки сидят на лавочке грызут семечки в карпорт и смотрят симулятор грызения семечек во дворе какой-нибудь или симулятор новогоднего поздравления короче не хватило такого супер масштабного кейса я вам предлагал на каждой площади записывать видео сами сказали ну и вот и без него не хватило не получилось без такого кейса не получилось в общем в целом сделать супер узнаваемый термин я это в россии а в мире ну и ибэй запустил с компанией мэйер совместный продукт такой виртуальный торговый центр достаточно такой известный кейс я считаю что это первый большой шаг к виртуализации и коммерс истории там была какая-то даже я не знаю шутка это была или не шутка что какой-то ну дочерь зашел в торговый центр виртуальный столкнул какие-то бутылки там на пять тысяч долларов у него списались карточки ну это там такой фан но вообще то есть уже и компания как ибэй и мэйер запустили совместный продукт или там в Швеции и в Швейцарии по блоку макдонный запустился такой прикольной истории и хэппи мил клал шлем виртуальной реальности ну небольшие кардборды само собой и я думаю тоже там не одна сотня тысяч было мы недавно запустили совместный с интерконтинентальным тверской где можно зайти в интерконтиненталь одеть шлем и путешествовать по всем интерконтинентальным то есть во всех разных сферах то есть недвижка и образование медицина туризм развлечения то есть на самом деле кейсов очень много не хватит новой эфира чтобы перечислили большие большие игроки я бы сказал бы больше про российский кейс это компания VRT то есть я считаю что она первая на текущем единственная кто сделала большой самый настоящий парк виртуальной реальности то есть мы можем по-разному относиться к качеству контента но на текущий момент доступных для физических лиц это единственный в России парк с full доступных для простых лиц то есть люди которые не разбираются виртуальной смешанной реальности не понимают спецификацию трекинга что такое камеры и так далее они могут просто прийти отдать какую-то денежку и попробовать абсолютно самые последние технологические разработки и от этого конечно это мне кажется это потрясающе с точки зрения популяризации пожалуй с точки зрения популяризации наверное могли сделать помощнее самой презентации это ничего не просто наверное не нажал что-то а был ядекот? да 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 потому что они могли бы все это представить гораздо более круто я был на влюблении на другом стране и там в каком-то фильме уже готовится зона то есть Cinema Cinema Global то что ребята туда в России пошли это круто популяризация в частности миссия нашей компании нашего сайта популяризации виртуальной полной реальности то что ребята туда физически ножками готовы все это дать бесплатно за какую-то небольшую денежку это здорово миксар вообще бесплатно популяризация да но у вас один развод у парней это настолько мы кстати скоро делаем мини-миксары в рамках конференции миксарчики милые маленькие уютные хорошее так что будет еще ты просил для тебя еще я приходил и просил еще миксара пожалуйста могу добавить я могу добавить как бы так бы и ложки и ложки и ложки дёрфь и ложки ну да вопрос тогда только 2 ложки дёрфь и пожалуйста есть одна да есть проблема в том что мы тут за столом сидим мы друг друга знаем мы рады но в общем целом проблема Большинство зрителей этой трансляции это люди, которые и так уже нас знают и видят из каждого чайника, потому что так получилось, что мы с собой каким-то образом что-то представляем или что-то будет везде. А на самом деле огромное количество компаний, которые находятся в Москве и в Санкт-Петербурге делают очень крепкие и интересные проекты, которые остаются на уровне B2B кейсов, которые мы не видим, потому что они не находятся в общем целом в Москве и не находятся в медийном поле. И я там говорю, например, за своих друзей из Екатеринбурга, которые сделали этот симулятор железнодорожника в высочайшем качестве, который попал на upload VR, хотя там нет кейса даже, они просто сделали демку, перевели на английский, ну и как бы показали. Я понимаю, ну как бы просто тоже ребята не пришли из тусовки, они пришли совершенно со стороны и делают при этом вещи совершенно другого уровня, чем то, что я вижу у ранее упоминавшихся наших коллег. И не говоря уже у коллег, которые там делают подобные симуляторы и что-то воходуют. И вот мне кажется, вот эта проблема следующего года, которая должна стоять, она имеет две стороны. С одной стороны, нужно приносить новые лица и показывать, что это не только локальное явление, там 10 человек и 20 компаний, которые этим увлекаются и делают это там либо параллельно со своим бизнесом, либо как основной бизнес, но это более массовое явление. С другой стороны, это создаст инференцию и создаст больше медийное какое-то присутствие других лиц, что будет играть в какой-то степени против нас. Вот этот вопрос жертвенности и инфраизма, и негодяйства, это как раз вопрос в том, что согласны ли там будут... Укратик или нет. Да, да, да. Будет ли у нас такой секретный совет в филях в чайном доме, либо же мы будем открыты к тому, что действительно многие люди готовы уже принести гораздо больше, гораздо креативнее. У меня такой опыт просто, когда мы сделали лабораторию вот этих реар-фильмов с Московской школой кино, и я увидел качество и глубину работ, которую делали ребята, которые я как режиссер никогда бы не сделал. Просто потому что для меня всегда стоят еще и продюсерские какие-то маркетинговые задачи. А тут было чистые эксперименты, чистое искусство, которое я сам по себе бы никогда не сделал. Да, и лучше технический инструмент, это были бы совершенно другого уровня конкурентной работы, которая бы сильно меня повинтвинула с позиции коммерческой. Так что надо не мини-миксарщики делать, а миксарщики. Каждый месяц миксарщики. На большие глобальные, чтобы новую кровь вливать. На самом деле очень интересный вопрос, тоже хотелось обсудить. В 2014-2015 году было много компаний, которые пытались и шлемом начинать заниматься, каким-то софтом занимались, даже кричали их на нее, плохими словами ругались на нас, что мы сделали пластиковую штуку с линзами. Мы действительно сделали пластиковую штуку с линзами. С этим сложно спорить, да? Но мы до сих пор на рынке, продаемся во всем мире. Почему там те компании, которые начинали, компания из Перми была одна, одна из, где у нас пряники, в Туле делали. Почему? Я к тому, что как раз, может быть, они не прошли тот барьер, как раз, про который Георгий говорит. То есть, может быть... Я думаю, каждый из нас может рассказать про то, что покупал два вайба, ставил, назывался клубом, организовывал две конференции, назывался организаторами. Один раз выступили в библиотеке, поэтому считали себя виртуальной реальностью по обучению. Сняли видеоролик, да, адреса штука, поэтому режиссеры... У нас, мне кажется, просто там каждый второй считает себя просто СМИ, просто каждый второй, кто пишет статей. Это нормально. Даже дело не в СМИ. То есть, дело в том, что даже на роботе Грекста два года назад, год назад, было множество компаний, которые и хардом занимались, и софтом занимались. То есть, и чем дальше влез, тем меньше компания встается. То есть, если это не больше становится, их реально становится меньше. То есть, конечно, там говорится вроде бы сейчас 500 компаний на рынке России, которые занимаются VR-ом. Но вот я как бы себе очень сладко представляю, с чем занимаются 500 компаний по существу. Я не говорю про красивую риторику, красивые слова, там, и красивые посты в Фейсбуке с видео, а про то, что реально, что делает по существу. То есть, ну, наверное, здесь сидящий, а также многие люди с рынка, там, например, близ VR-компания, да, которые, там, делают суперкрутые кейсы, там, плей дисплей, там, так далее. То есть, реально люди делают что-то существенное для рынка. Они просто красиво видят, то есть, мне вот интересно, где же, там, те компании, которые анонсировали свои продукты, хотя бы на базе прототипа, то есть, почему они не доходят, ну, такого, там, следующего шага. Понятно, что рынок VR, это голубой океан, где множество проблем, нет какой-то юнит экономики, понятно, бизнес-моделей, масштабирование, то есть, такой, по-своему, эксперимент. Множество, даже эксперимент до конца не доводит. То есть, тут, наверное, я, по-моему, согласен Георгий, может быть, вот в этом направлении нужно будет думать, что в следующем году, и компания, ну, придали, преодолевали, то, и, там, нишу смерти, как бы, да, и появили выше, вот, как-то покажем. Долину смерти, вроде бы. Долину, да. Давайте все объединимся и сделаем рынкообразующую компанию, такую мощную, джигурдовяк. Парк, есть такое вложение, вот, в 2015 году глумировали в торговых центрах эти маленькие яйца, шуту, и видели, да, где-то, около СДК-2, 200 рублей, тебе 5 минут, тошни впаде, в этом блоке, да, все это видели. В 2016 году… Это очень хорошо, если только тошнит, можно при удачном стечении обстоятельства пол ударится. Мне больше понравилось, если я в торговом центре около дома, там, ногой подталкиваю, вот, это очень забавно. Трилл Сайлайн, как-то, она так растет, рука не сожачивает. Я вижу, конечно. Вот у меня такой вопрос. Все обратили внимание, что в 2016 году только в одной Москве отбылось, только по моим стромным прочетам, короткой 15 мест, которые называются как клубы виртуальной реальности, в формате 2-3 вайва, ставят 200 рублей 10 минут и по крайней мере. Вот как вы считаете, в 2017 году вот такие вот проводники VR, они же тоже нужны? Ну, на самом деле, нет, они тоже нужны, не каждый может себе позволить купить вайву. Не каждый может позволить себе даже то же самое VR, да, привлечь и посмотреть. Вот ваше отношение к популяризации вот таким вот местечком. Интересно, мне кажется, Евгений Максим. Интересно, что мне не все это делать. Может, я это... Сошло. Ты добавьное задел, да? Я ненавижу этих уголовников и жуликов, которые на таком ценном стоят и показывают эти агрокростры, не имея ни свой контент, ни законно привязывал окул и стакалер. Ну, как бы это бизнес, там, по-русски, как бы, ищи там. На детях. На детях накрывается, так и быть, совершенно некрасиво. Просто, что делать Максим, и кажется, это очень важно, потому что это не просто торговый центр, где показывают 200 рублей. То есть, люди приходят, рассказывают, показывают, там, что можешь купить. То есть, это место, где тебя, по крайней мере, проконтролируют, там, башен на нем Трисопол, да? То есть, это так важная стоимость. И на кой гамнатики. И на кой гамнатики, да-да-да-да. И кто на видео снимут, то что на YouTube заработает. Ну, ты не можешь отрезать наличие этих мест, они все равно уже есть. На самом деле, мне кажется, в 2016 году почти в торговых центрах и нет особо таких людей. В торговых центрах мало стало. Да, в 2014, в 2015, в Сочи, и Москва, торговых центрах все были заполнены. Как бы, мне кажется, все просто наигрались, как бы, и, на самом деле, злую жутку они сыграли, потому что люди думают про ритуальное время. А, и там, в втором центре, там, дедулька, там, шатался. Это вот это ритуальное время. На самом деле, сейчас надо исправлять ту... Мнение. То мнение, которое было создано. Как раз таки вот те большие клубы, как директ Мактимик, мне кажется, они как раз таки вот, слабоись, поразвивались. А вот этих уголовников и жутников, которые в торговых центрах, шатая людей там, и ногами пинают, и желаем, как бы... Илья, я это правильно говорю, проходит метафора. То есть изменения. То есть сейчас, в конце 2016 года, становится больше клубов, прости, это больше клубов похожих на виртуалити-клаб. То есть там уже лицензионные вайвы стоят, полулицензионные огласы стоят, да? Это для борительства, да, и налоги мы платим. Но обрати внимание, что тренд идет. Мы можем по-разному к нему относиться, но таких клубов становится больше. Повторю, они растут, как грибы. И вот мы видим, что и в маске становится больше. Я точно знаю, что в Питере становится больше и больше именно клубов. То есть не вот этих вот яйца судьбы, а клубов. Есть что сказать, да. Я, на самом деле, примерно так же, как илья ко всему этому относился. Но сейчас немножко меняю свою позицию, и вот почему. Если действительно смотреть на прошлое, то это были такие, как бы, да, ребята-предприниматели, которые там купили ДК-2, накачали туда контента, которые вообще там просто это сделали какие-то инди, просто экспериментировали, около 100 допостов, все, что только можно. Естественно, людей там укачивало, кто-то там вообще не знал, как с этим работать, как этим пользоваться. И был такой трешачок. То есть можно было попользоваться VR-ом абсолютно с людьми, которые ничего в этом не понимают, которые не могут себе дать грамотный контент. Сейчас я вижу, что происходит следующее, что уже на рынок подтягиваются там ребята, которые что-то дознают в этом. Я вижу, что очень много компаний, которые занимались и занимаются играми, которые идут по той же бизнес-концепции, тоже открывают там клубы или открывают какие-то площади в торговых комплексах, но там уже совершенно другой контент. Это или их контент, или тот контент, который сейчас появляется на Oculus и Vive, но он уже совершенно другого качества. И вот просто недавно появилось просто несколько очень прикольных демок на Oculus с тачами. Там просто я могу сказать, что у нас там пол-офиса верещало от того, насколько это безумно круто. Вроде бы все уже в Vive наигрались, но Oculus просто на другом уровне это сделал. Это просто демки. Но они просто настолько крутые, ты настолько хорошо чувствуешь... Вопрос такой, что мы с этим ничего не сделаем, раз, а во-вторых, если это в таком ключе будет развиваться, то это хорошо, потому что это как в свое время не было у людей дома интернета, были слабые компьютеры, можно было прийти в компьютерный клуб и погрузиться, прикоснуться к этому. А потом еще рассказать одноклассникам своим. Конечно, а потом уже начали домой просто это все покупать. Макс, ты где? Да, вот Макс, какой вопрос, да, то есть вот прям Диман с языка снял, то есть вот будет ли такие клубы VR, такие же, как клубы, там, Counter-Strike, мы говорили, люди приходили играть, там, да, в бойцовский клуб, в этом. Вот, вы будете ли там по 1-2-3 лет, то есть не все себе могут позволить купить за 2-3 тысячи долларов вбивать, плюс компьютер к нему. Ну, не говорю про мобильный, вертали, конечно, то есть все равно как бы для какого-то эксперимента более глубокую люди, не все могут себе позволить. Как думаешь, будет ли такая тенденция в России, в мире развиваться вот таких таких клубов, как это было там в начале 2000-х? Смотри, Дим, ты просто начал цитировать внимание именно на слове клуб. То есть, ну, слово клуб, это, знаешь, просто, компания начали отходить от слова аттракцион в Тракон-Сентре, начали называть это клубом, но на самом деле, как бы, ничего не поменялось. Тот же самый один вайп, либо два вайпа, в одном помещении, как бы, это, ну, для нас, как бы, это не значит, что это непосредственно тоже клуб является. Зайдется живой. Нет, я просто... Говорю о том, что для нас клуб это непосредственно место, где можно пробовать все. Ну, то есть, ты приходишь, пробуешь все контроли, все шлемы, выбираешь и все, что можно только. Именно виртуальные. Да, например, у нас именно виртуальные. А будет ли там это дальше так же продолжаться, как и было с клубами с 90-х? Ну, как бы, мы и начальника начали спускать в клубы, да, они начали так и позиционировались. Все приходили, говорили, ой, у вас, типа, как 90-х вот клуб, да? Ну да, почему нет? Все знают, что такое, поэтому все и идут сюда. Сейчас появляются франшизки, когда у нас 4 клуба уже открыты, и очень много заявок, в самом деле, очень много людей, кто хочет открывать тоже подобные клубы. Просто в городах не миллионниках это не очень рентабельно, не очень выгодно, потому что шлемы, устройства, гаджеты, они стоят достаточно дорого, и для людей сначала надо донести, что это такое, понять, люди понять, зачем они туда идут. То есть они идут там не карт-борку за 20 рублей, а попробовать там, какой-то настоящий журт, там, полноценное подружение, там, да, понять, что это такое. Те же самые парки виртуальной реалисти, они сейчас будут петхоньку становятся более бюджетными. То есть из-за того, что сейчас там за несколько миллионов рублей ты можешь сделать там какую-то точку, типа там, да, это можно уже прожить, будет парк, там, можно назвать это городом виртуальной реалисти, можно там, местная район, Вселенная. Да, как угодно. Так, Пуэр не наливать, баксов все. С Пуэр и тормозим. Мне кажется, что тут еще есть один тип игроков интересного, которые начинают появляться на рынке, это квесты, да. Причем, как бы, много было попыток, и вот только-только сейчас более-менее что-то получается, потому что в квестах важна сетевая часть, когда люди вместе что-то делают. Это такой, как бы, кусок гранита, в который зубы очень много обломали, это реально технически довольно сложная задача, чтобы это все отказоустойчиво работало, но виден интерес просто практически всех владельцев квестов внедрить эти механики с виртуальной реальности к себе. Причем тут очень понятная для них бизнес-концепция, что они смогут менять контент и возвращать туда людей. И главное, что эти люди, они уже умеют геймплей, они понимают, как человека удержать, как дать ему какой-то интересный экспириенс. То есть у этих людей есть уже сформировавшийся клёвый геймдизайн. Да, его нужно адаптировать под VR, но это уже как бы следующая задача, которая решается. Но это такая интересная ниша. Ну и все эти вещи, они все равно являются элементами индивидуального просмотра. То есть KPI проходимости в день, он все равно ограничен количеством показов для одного человека. Поэтому вот те инициативы, которые там проявляются, не только, естественно, что мы там делали на фестивале, но то, что мы делали на фестивале, делали и люди других стран. Существуют уже, да, и стационарные VR кинотеатры с синхронными или не синхронными показами в Амстердаме, в Берлине, в Париже три кинотеатра в Нью-Йорке, в Торонто, в Австралии, по-моему, где-то в Индии еще. В Париже крупнейшая киносеть, точнее, там сначала сделали ребята из Divergence Cinema, которые используют похожий сервер какой-то интерактив-плата для синхронизации, а крупнейшая кинотеатральная сеть Mk2 открыла как раз что-то более похожее на VRT, то есть именно экспириенсы на уровне таких сложных каких-то творческих штук с пространственным перемещением. Вот. И тут, наверное, важно сказать, что чем больше людей одновременно сможет в этом всем участвовать, тем это лучше для продвижения. Поэтому я думаю, что вот те все инициативы, которые заявлялись, официально не вышли на пространство вот этих коллективных просмотров 360-градусного контента, они все в следующем году тоже окончательно осядут и докажут свою какую-то эффективность. Я думаю, это будут такие переходные как раз истории, переходные истории в кинотеатрах с несколькими десятками концетов, с возможностью как синхронного, так и несинхронного запуска. И потом эти же кинотеатры будут дополняться как раз вот такими системами под ключ с несколькими вайбами и другими другого рода атернационными. То есть как раз коллективный кинопросмотр будет тянуть за собой появление в кинотеатрах более осознанных каких-то систем VR в такой уровне. Да, я про квесты добавлю, да, Дим? На самом деле мы тоже сделали один из подобных квестов. На самом деле не все так сладко, как кажется. На самом деле, мне кажется, сидящий за столом каждый попробовал сделать что-то подобное в виде квеста в реальной жизни. На самом деле, дальше все дошли, наверное, для тех, действительно, они молодцы. Контент можно развивать. Действительно, баруны достаточно дорогостоящие, но, по крайней мере, они там массово начали внедрять везде, потому что все остальные, как бы, такие местечковые кейсы, только там красивый риторик, красивое видео. Там 90% бюджета, где мы вкладывали видео, как бы, по факту, я задал каждый вопрос, можно и постригать. Ну, это дорого, как надо там нам арендовать зал, надо показывать. То есть ничего конкретного такого большого нет. Там даже наш продукт, как бы, все далеко ходить, вроде бы там и классные клиенты, технологии мы это сделали, там показали намного что-то мероприятие, чтобы этот продукт превратить в бизнес. Действительно, должно быть много разного контента, должен быть мультиплеер, должен быть интересно развиться, если такая отдельная большая компания. То есть, мы пока в продукт небольшой холл поставили, то есть, пока что я, кроме веротеха, какие-то там, игротеха сейчас тоже не сделала такой мастер-успешный бизнес-продукт, пока есть такой прототип. То есть, множество проблем. На самом деле, там, и игроки, которые занимаются квестами обычными, истории, что они сделают VR, будут шкурки менять, и будут экономить на обоих и на декорации, на самом деле, тоже не работает. Потому что, не буду раскрывать, с какими игроками рынка мы разговаривали, как бы, но и проанализировали, и писали ТЗ, и смотрели. На самом деле, не так все просто. Дешевле обоих поменять. Дешевле обоих поменять, чем сделать ту картинку, в которую ты поверишь, как бы, и которая будет интересна. Во-первых, это людям еще надо, как с этим взаимодействовать. Иногда действительно дешевле обоих поменять. Во-вторых, история про то, что готовый квест можно адаптировать для VR, вообще абсолютно не работает. Нельзя готовый квест в реальной жизни, хоть Гарри Поттер или что-нибудь такое адаптировать для VR, невозможно. Это надо с нуля писать сценарий, концепцию, придумать, ориентировать на технические нюансы проблемы. Очень много проблем на этом рынке. Поэтому все туда прыгнули, когда увидели The Void, но все поняли, что не так все лихо и сладко, наверное. Я бы тебя дополнил чуть-чуть. Я бы с большинством вещей согласен. Некоторые вещи, они такие дискуссионные, и даже нет смысла по поводу них спорить, потому что это рынок просто-напросто покажет, мы сами сейчас не знаем. Но очень важно понимать, мне кажется, что многие молодые разработчики думают, что VR это какая-то сладкая пилюль, такая волшебная. Типа сделал VR и все получится. Конечно, под всем под этим стоит бизнес. И как в любой другой сфере, запустилось какое-то там крутое приложение, собрало кучу денег, собрало кучу юзеров, и все побежали делать клоны. И не факт, что просто сама механика, она тебе даст успех. За этим стоит VR, за этим стоят всякие бизнес-задачи. То есть очень-очень много всего, что под этим айсбергом как бы есть. Поэтому, конечно, все не так просто. Я не говорю про то, что сделаете там квест виртуальной реальности, и у вас все получится. Я говорю про то, что эти экраны сейчас смотрят на VR, и, может быть, это тоже будет к вопросу, как популяризировать это на рынке, как мы относимся к людям, которые там делают какие-то штуки. Возможно, это тоже будет влиять. На этой веселой ноте, ребят, я предлагаю, наверное, нашу веселую посиделочку подводить плавно к концу, потому что мы продкастим уже час. Я думаю, что дольше час надо будет смотреть только наши жены. Больше никто нас будет реально смотреть. Поэтому давайте... И то не факт. Господа, ну что я хочу сказать. То есть в «Чайном доме Дао» планируется в ближайшее время квест. То есть квест, в общем, достаточно большой. И я хочу вас пригласить к осуществлению своей вышесказанной, то есть труду, работой не буду это называть. И при желании мы можем вместе организовать квест виртуальной реальности хотя бы на небольшой площадке. В дальнейшем можно это сделать в общем в достаточно больших просторах от особняка 19 века. Ну и, в общем, поиграть в такую интересную игру, как квест в виртуальной реальности. Первый квест будет это вызволить нас всех отсюда или по всему. Слава не просто. Почему-то я должен об этом говорить. Да, да, да. Так что, коллеги, видимо, первый квест будет в этом. Найдите часть всех этих людей по особняк 19 века. В общем, я предупреждал о том, что Пуэр, в общем, 2001 года достаточно сильный. Пуэр, заходи. Пуэр, попробуй читать. А вы тоже видите, да? У нас летают здесь эти вот красненькие. Ребят, давайте, подводя итоги 2016 года, пожелаем вот индустрии, да, и через призму своего желания какие-то дедушку Морозу, да, свои хотелки. Что бы вы сами хотели бы убить в 2017 году в виртуальной реальности? Да, виртуальная реальность. Вот здесь, вот здесь. Если я начну, я бы хотел сказать, что 2016 год был полом на потрясающий информационный повод, на самые разные события. он был очень насыщенным, и он позволил нам делать свою работу качественной. И благодаря вам наша работа остается качественной. В 2017 году я хотел бы пожелать, чтобы он был таким же насыщенным, таким же динамичным, чтобы мы с вами вместе увидели больше новых шлемов, лучше сол, потому что бы Гоша чаще улыбался, когда мы видим работы, работы начинающих режиссёров видео 360, чтобы клубов было много разных и интересных, чтобы конференций стало всё больше, действительно качественных, чтобы мы увидели новые сложные кейсы. Вот этого хочется пожелать нам. СМИ оставалось одна. Ты знал, парень, да? Ну, может быть, какие-то вопросы у нас есть? Давайте, может, перед завершением узнаем... Кто-нибудь нас смотрел? Хоть кто-нибудь нас смотрел? Скажи мне! Я бы как раз дополнил как раз Диме... Вопросы на твой путь можно смотреть. Если по-нашему поставить. Я бы как раз дополнил, что если продолжать тему того, что пожелать нам на 2017 год, то, конечно, я бы продолжил тему, которую я уже сказал, что действительно есть определенный уровень экспертизы у сложившихся людей, которые каким-то образом протолкнулись через этот рынок, и этот уровень экспертизы для них кажется банальным в плане того, как меня все время спрашивают, вы на какую камеру 360 начали снимать. Я могу дать в десяти предложениях это минимально, и в трех страницах это максимально. Действительно, хотелось бы дать возможность начинающим компаниям с их глупыми вопросами, с их довольно банальными и простыми вещами, как заработать на этом, до того вообще, как на это все делать. Да, просто давать им возможность, задавать эти вопросы на какой-то площадке и давать возможность людям, которые хотят получить информацию, ее находить. Потому что сейчас довольно сложно соединить экспертов, которые не выдавая своих секретов, все равно дают какие-то важные крупицы информации с теми, кому эти крупицы информации могут дать хороший финок для того, чтобы начинать или не начинать это. И вот такую площадку бы хотелось иметь, где люди от них задают вопросы, а другие достаются и отвечают, что это плохо. Да, я тут, наверное, полностью соглашусь, и как раз хотел сказать про то, что нужно формировать и шарить экспертизу. Потому что без этого не будет ничего происходить качественно. Все мы говорим контент, укачивают, американские горки. Вот чтобы этого не было, нужно ей делиться. Делиться в первую очередь, во вторую очередь организовывать какой-то надворки. И хочу пожелать, чтобы в будущем году побольше было такого. И не только для команд разработчиков, это нужно и для клиентов тоже. Потому что они как бы что-то хотят, и сами не знают, что хотят. Они видят вот интерспективы, но они не понимают, как это применять. И это такие как бы довольно сложные концентрированные знания и опыт. Я хочу, чтобы в сентябре, кроме Мексара, в новом айфоне появился еще устроенный аэродвижок. Пожалуйста. Дедушка Мород становится. Хорошо. Сложно не согласиться, да? Отвалимся? Джоксон надо отправлять. Джоксон далеко. Не Марк. Да, Джоксон как-то рано, рано к Джоксон отправлять. Я только начал, папа. Это нормально. Эти вот пожелания как раз туда надо отправлять, чтобы он услышал и передал. Я еще опросил КПР. Все-таки КПР, да. Несан придет. А ты его еще не видишь? Открываются двери, и Джоксон назад. Часть закрыта. Так ладно, нельзя шутить над такими великими людьми. Так вот, я согласен, на самом деле, со всеми предыдущими ораторами, на самом деле, это рынок недостаточно небольшой в России. Все друг друга знают, это прекрасно, и давайте создадим такую атмосферу, чтобы мы могли помогать другим, и совместно, не то, чтобы мы помогли, как бы дальше люди побежали, но совместно, некой синергии, двигаться, делиться опытом. В бане, не в бане, это не сильно важно, на самом деле. и надо слушать друг друга, видеть, как бы, да, не наступать друг другу на разные части тела, как бы, да, не ворвать технологии, как бы, а дальше идти вперед, развивать. А то есть у нас кейсы. Есть, да, кейсы. В общем, хотели поговорить об этом сегодня. Идеряние праздничное. Да, ну вот, собственно, мы даже вместе идти, развивать технологии, потому что, действительно, это глубой океан, где там есть 500 разных, 500 тысяч разных дорог, и пока еще никто идеальную дорогу не нашел, и мы можем вместе найти такой идеальный кейс идеальную дорогу. Мы тоже открыты для любых, там, помощи, переговоров. Миксарчики и мега-миксарчики в этом тоже, безусловно, помогут. Но и главное, такой совет, не бойтесь экспериментировать. Я согласен, как раз, с коллегами, что не надо делать, там, 500-ый роллер-кост, вы очень, как раз, экспериментируете. Да, там, вы можете не угадать, но шансов, если вы просто сделаете какой-то клон, еще меньше, что вы будете достигнете успешно. Поэтому не боитесь экспериментировать, и давайте вместе делать великую будущую яркость. Не очкуйте. Да, не очкуйте. Давайте чокнем все. Ааа, да. И, значит, к словам, Ютур присоединяет по поводу... Чай вази. Чай вази. Да, давай. Ну, с 2017 виртуальная реальность. Ну, а мангарина где? Я вообще сам себя чувствовал, я не тряпал в России. На самом деле, господа, у вас еще есть целая куча времени до февраля месяца, то есть до наступления. А пока нас не вызвали отсюда, да. Пустили. 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 Порядка трехсот сортов. Я уже скинул, полиция свою подпадет. Нет, нет. Никто не вырочит. Никто не вырочит. Никто не вырочит. Вы уже по поводу реальности, конечно. Да, да. Последнее слово. К словам Эли тоже хочу добавить. Много компаний, кто сейчас на рынке работает, верно занимается, но всем компаниям, кто начинает этим заниматься, играйте по правилам рынка. То есть много компаний, все пытаются куда-то влезть, не начать что-то делать свое, но нужно на каждом рынке иметь лицо, потому что рынок маленький, все друг друга знают. если вы будете идти не по тому направлению, по которому идут все, это будет заметно. Лицо подоплю. Ты готов. А если лицо кудрявое еще, тогда это вдвойне опасно. В общем, да. Всем удачи в следующем году. Я надеюсь, следующий год будет не только годом VR, а годом дополнительной реальности, это также, потому что сейчас про него очень мало слышно и хочется больше. Есть такой тренд, что через год это будет объединение. VRGIC. VRGIC. Ты уже забронировал домом? Это VRGIC. Да, и что будет такое, соединение VR и дополнительной реальности, наверное, за эти будучи какой-то. Вот. Ну и всем очень удачи. Надо популяризировать в массы. Любите желтых детей, до встречи в 2020 году. В феврале, как тут говорят. Всем пока. Пока-пока. Пока кнопочка горит, нас стримят, поэтому не говорите ничего. Никакон и выбирает. Нельзя материть. Это самому можно. Пока Миша не придет и не выключит камеру, нужно сидеть с суммами. То есть я правильно понимаю, что в принципе в новом 2017 году я могу здесь разливать чай, вы можете разливать его у себя дома. В принципе да. Общее ощущение... Вы можете здесь...